Блядь, никогда не подумалось, что Россия будет стоять в передовых украинениях. Россия! А что за контора у вас? Русский выбор. Русский выбор. За кого? Против кого? Против Путина. Россия! Государственная трагедия Новороссия, по всей вероятности, подходит к концу. А главных героев русского мира беспощадно отстреливают. Так кто же они? Герои? Чегевары современности? Или все-таки банальные бандиты? С таким вопросом мы обратились к москвичам. Я боюсь, что вы как-то очень крайне такие обозначили. Или бандиты, или герои. Ну, можно же, наверное, как-то более умеренно оценивать. Ну, например, какая умеренность в оценке? Ну, понимаете, здесь есть какая умеренность. Это и, может быть, и не бандиты, и, может быть, не очень герои. А это просто люди, которые считают, что вот они там что-то могут сделать и руководствуются своими убеждениями. И это делают. Ну, в конце концов, каждый может действовать в соответствии с своими убеждениями. Так, секундочку. А убивать с оружием в руках – это тоже вот убеждение? Защита убеждений? А что же вы хотите? Отечественная война была, убивали мы с оружием в руках. А Россия на Донбассе, она участник конфликта или мы помогаем? Думаю, что Россия, к сожалению, моему, не участник. Но я думаю, что мы помогаем. Герои. Герои. А в чем их героизм? Почему они защищают свою землю? Свою землю защищают. А эта банда киевская, она, это банды Бендеры, самые настоящие. Я очень хорошо, я сама украинка, я там жила и знаю, что такое Бендеры. Они уничтожали всех людей. Истязали их. Скажите, пожалуйста, а вот Россия в данной ситуации, она вовлечена в этот конфликт или просто помогает? Она просто жалеет русских. Там же в основном половина, вот эта восточная страна, это вся Русь. Русь. Она и была Новороссия. Поэтому она защищала. Новороссия была такая, да? Конечно, Новороссия. Когда была? Она была в советское время. Советское время была Новороссия? Нет, не в советское время. Она была раньше, до революции была Новороссия. Я стараюсь в это не углубляться, потому что для меня это и так тяжело, в плане того, что там происходит такая ситуация, у меня много друзей, родственников. Но я не могу это анализировать полностью. Ну, как бы я ничего недостаточно для этого. Много знаю об этом, как-то эту тему исследовать. Хотели бы узнать? Ну, да, возможно, да. Мне интересная история всегда была и события, которые происходят. А вы как считаете, это герои или бандиты? Я считаю, что это... Я не знаю, господи. А вы просто не знаете, да? Я бы хотела точно так же узнать об этом. Получше и поглубже. Потому что я реально тоже не задумывалась о том, герои они или бандиты. А как вы считаете, на Донбассе Россия вовлечена в конфликт или помогает? Нет. Трудно ответить. Ну, мне кажется, не вовлечена в конфликт. То есть помогает просто? Или у вас какое-то другое мнение? Даш. Ну, я считаю, что помогает. Как бы люди, которые там живут, даже те, ну, например, меня знакомы в Крыму, они говорят, у них там много родственников, и им нужна эта помощь. Как бы в обратную... Без этого очень надолго там затянется эта война, и очень много будет жертв. Очень как бы жалко детей. И я даже знаю этих людей, которые оттуда приехали. Ну, как бы их очень жалко. Современная пресса, она мне говорит, что они молодцы, они делают что-то хорошее, они защищают независимость Донбасса от злой Украины. Это то, что... Это чья пресса говорит? Ну, это то, что мне говорят по телевизору и с компьютера. Российская пресса. Ну, да. То есть те источники. Как это формируется вообще в моем понятии? То есть у нас есть зона интересов каких-то структур, может быть российских, может быть просто аллигархических, которым интересно получить территорию на Донбассе, запасы угля, нефти и всего остального. Ну, в любом случае, вся планета борется за ресурсы. Соответственно, получается, что эти ребята под идеологией того, что они хотят помочь людям, борются за эти источники. Ну, в любом случае, какая-то борьба происходит. Делают ли они это плохо или хорошо? Сложно сказать. Если бы студенты все вместо того, чтобы ходить на пары, изучать историю, они вместо этого, они ходят на революции и в принципе, происходит. А вы считаете, Россия вовлечена в этот конфликт или просто помогает жителям Донбасса? Россия как государство вовлечена вряд ли. Скорее, вовлечены интересующиеся люди над этой территорией и над властью в новом регионе и над новыми ресурсами. То есть это они, военторг, там вот это все, да? Да, скорее всего, это отдельные... Рады они сами собирают. Отдельные персонажи, которые просто покупают вооружение. То есть у них есть деньги, у них есть желание, и они работают в этом направлении. То есть это граждане, которые заинтересованы в конфликте, они вот привезли туда БУК, купили БУК, привезли, избили МХ-17. Купить БУК вообще в мире, да и тем более в России, это не проблема, если имеешь некие деньги и... А где вы, подскажите, я, может, куплю? Если у вас есть иное количество миллионов, и иное количество друзей, то я уверен, что вы сможете это сделать. Нет, не бандиты. А кто они? Они защищают свое отечество. Почему они должны быть бандитами? А как вы полагаете, с оружием в руках, вот так убивать людей, это героизм? Нет, а каких людей убивать? Те, которые пришли на твою землю, имеешь право. Донбасс же часть Украины. Часть Украины, он такой же имеет отношение в составе Новороссии, был в Российской империи, и он в Советском Союзе был. Почему он часть Украины? Как вы считаете, Россия вовлечена в этот конфликт, или она просто помогает? Я думаю, что помогает. Она вовлечена в силу только того, что там живет русскоязычное население, наши братья по крови и по духу. Ну так русскоязычное население, например, в Прибалтике там много, и что теперь делать? Ну ничего, только что общался с ними, буквально три дня назад. И что делать, если их много там? Ну и что много? Ну тоже попали в западню, я считаю. Было время, когда мы все были братья. Вот только что с литовцами совершенно нормально общался, будучи за границей. А если, например, Германия захочет вернуть себе Кёнигсберг, нынешний Калининград, что делать? Ну я думаю, что по поддамскому соглашению она не имеет права это делать. Точно так же, как и в других государствах, которые по документам послевоенного устройства... По соглашению 1996 года Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на то, что Россия, Соединенные Штаты и Англия гарантируют целостность ее границ. Как вы это прокомментируете? Я так думаю, что на Украине ничего бы не произошло, если бы они не пригласили американский флот. Он собирался буквально в Севастополе встать. Вы тут поздамский документ упомянули. Я сразу же Будапештское соглашение 1996 года. Что с этим делать? Ну не знаю, что с этим делать. Украина как-то совершенно произвольно трактует документы и соглашения. Как произвольно? А вот оно вообще не трактовка, это истина? Ну была же истина, что Украина совместно с Россией взаимодействует в экономическом плане. Здесь территориальная история. Вот Россия гарантировала целостность Украины в обмен на то, что Украине не будет ядерного оружия. Если бы у Украины было ядерное оружие, мы же туда не сунулись бы в Крым, правда? Правда? Не сунулись бы. Если бы Украина не пригласила Соединенные Штаты в Крым, мы бы сунулись в Крым, если бы у Украины было ядерное оружие. Ну и что? Думаю, они все-таки за стремление того, чтобы Россия все-таки у нас, ну, наверное, все-таки герои, да, то есть, вот, герои. То есть они вот за Россию, да, были? За Новороссию, за Россию? За Новороссию, за Россию, да, то есть они патриотов своей родины, да, и защищали достойно ее. А как вы считаете, Россия вовлечена в конфликт на Донбассе или она помогает? Ну, вы знаете, здесь понятие двоякое, то есть, как бы, можно и так, и так думать, ну... Ну, вы как думаете? Ну, я думаю, что все-таки какое-то участие присутствует, наверное. Не, понятами их точно не назовешь. А кто они? Они борются за независимость, я бы сказал, я бы сказал, что славянского народа, который не поддался той провокации, которая... Ну, не то, что провокации, как бы, той захватчикской политики, которая происходит на Украине. А Россия вот в этом Донбассском конфликте, она вовлечена в конфликт или просто помогает? Ну, тут, однозначно сказать, никто не может, на самом деле. Ну, вот вы как думаете? Ну, сама России нет, конечно, потому что она всячески это отрицает. Ну, я думаю, что есть, конечно, наши славянские люди, конечно, есть. Граждане России там есть? Есть, наверное. Потому что, как бы, остаться в стороне от тех вещей, которые там происходят, ну, славянские люди точно не смогли бы. Ну, наверное, какая-то смесь. Да. Смесь кого, с кем? Вот и того, и того, и того. И рыцари, и бандиты? Нет, конечно, не думаю, что настолько бандиты. Не думаю. А как вы считаете, на Донбассе Россия вовлечена в конфликт или нет, или просто помогает? Вовлечена. Я так считаю, однозначно. Скорее, первое. Ближе к первому. Рыцарь русского мира? Может быть, не так пафосно. Да. У нас ближе к первому варианту. Почему вы именно так их воспринимаете? Ну, потому что, понимаете, они же пошли по зову души, по зову сердца. Не за материальными какими-то благами для того, чтобы там грабить и убивать. Для того, чтобы защищать население, которое там проживает. А как вы считаете, Россия, она вовлечена в конфликт на Донбассе или просто помогает? Или что-то третье? Ну, скорее, помогает, да. А чем она помогает? Во-первых, помогает морально. Моральная поддержка. Вот. На всех международных аренах именно Россия выступает как ответчик за все то, что происходит на Донбассе. Нет ни злодеи, ни убийцы, а настоящие герои. С таким отношением москвичей можно скоро ожидать появления в Москве проезда Гиви и темного переулка Моторолы. Или даже проспекта Захарченки. Впрочем, нет. Он ведь пока еще жив. Александр Сотник, Роман Переверзев, Сотник ТВ. Я лучше придержусь от политики. Целее буду. Олегархический капитал. Путин не Россия, Россия не Путин. Да. Русские – это не Россия. В современном понимании. Ну, Россию тоже нельзя отдавать, там, Китаю, там, еще кому-то. Не то, что ресурсы, земля. Вы должны понять, что русские – это не Россия. И не россиянея. И не, как ее называют, Рашкостан. Рашка. Россиянея. РФ. Все, что все остальное. Русские здесь. Они там. Вот это по-братски. Да. Вот это по-братски. Это по-братски. Я понимаю. Спасибо, братвор. Спасибо, спасибо, ребятки. Это наш бутик. Фирмовый бутик. Для урок, блядь. И еще бутик от насморка. Чтобы мы же не могли туда потянути. Чтобы мы не могли туда потянути. Чтобы мы не могли туда потянути. Все, организація. Ну, может, мы не можем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова